за короткий срок украине удалось самостоятельно произвести довольно внушительный флот беспилотников много изделий в рамках помощи получила от союзников судя по всему украина умеет достаточно далеко запустить свои дроны и поражать военные цели на территории рф при этом россия уже традиционно заявляет что все дроны были сбиты и ничего не достигла цели так получается каждый раз когда украина запускает много дронов максимум выбитые стекла или незначительные повреждения от обломков беспилотников а система по все сбивает на подлете преддверии атаки беспилотников на военные аэродромы федерации морозовск в ростовской области под ейском краснодарского края а также базы стратегической авиации энгельс 2 под саратовом 4 апреля 2024 года было зафиксировано значительное количество самолетов на этих аэродромах по данным спутниковых снимков всего на трех военных аэродромах базировалась до 50 воздушных судов спутниковые фото накануне атаки подтверждают именно такое их количество на аэродроме энгельс 2 было по меньшей мере восемь стратегических бомбардировщиков 3 ту-160 и 5 ту-95 также было зафиксировано по одному ил-76 и ту-22 на аэродроме в ейске зафиксировали около 30 воздушных судов 10 учебно-тренировочных и учебно-боевых самолетов l-39 7 военно-транспортных an разных моделей 9 истребителей типа су вертолеты к 27 1 и 8 и 2 учебно-тренировочных самолета ту-134 убэль а также б-200 на аэродроме в морозовске согласно снимку planet labs по состоянию на 4 апреля было 29 истребителей разных типов большинство из них истребители су-34 после масштабной атаки дронов на авиабазы рф 5 апреля появились разнообразные оценки поврежденных вражеских самолетов которые были опубликованы якобы из собственных источников в частности в ходе атаки украинских дронов на военный аэродром в российском ейске удалось повредить 7 вражеских самолетов включая 4 истребителя су-30 и самолет амфибию б-200 такую информацию озвучила украинская правда со ссылкой на источники в военной разведке украины серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика ту-95 мс на аэродроме энгельс 2 а в морозовске только уничтоженных 5 самолетов местные жители морозовска заявили что насчитали более 60 взрывов в воздухе в районе аэродрома кроме того в городе в некоторых районах нет воды и света спустя некоторое время в сети появились и снимки аэродрома морозовск где базируются российские самолеты тактической авиации фронтовые бомбардировщики су-34 и многофункциональные истребители су-30 и су-35 на аэродроме базируется 559 гвардейский бомбардировочный авиационный полк на них нет масштабных разрушений именно на авиабазе также не видно сожженных самолетов максимум несколько воронок возле площадки технического обслуживания однако считать что это свидетельствует об абсолютно неэффективные атаки неверно если бы удар был нанесен крылатыми ракетами с 400 килограммовыми боевыми частями или устаревшим ту-141 стриж с боевой частью около 100 килограмм то последствия попаданий точно были бы значительно заметнее в то время как речь идет о дронах с весом боевой части значительно меньше так вес боевой части довольно крупного дальнего беспилотника камикадзе лютой которым атакуют нефтеперерабатывающие заводы 50 килограмм в то же время в меньших дронах таких как бобер вес боевой части еще меньше а на некоторых образцах вообще используются кумулятивные к за 6 как на ланцетах конечно с таким кумулятивным зарядом можно гарантированно уничтожить самолет но это требует очень точного попадания в него поэтому такие боевые части не являются оптимальным вариантом тем более когда речь идет о поражении самолетов часть из которых еще и находится в капонирах самой эффективной боевой частью способны вывести самолеты из строя при этом имеющий малый вес является осколочная с готовыми поражающими элементами аналогичные по принципу применяются в ракетах воздух-воздух и зенитных в сочетании с воздушным подрывом они могут значительно эффективнее выводить из строя самолеты по сравнению с другими вариантами боевых частей также крайне эффективны для этих задач кассетные противопехотные в которых суд боеприпасы имеют многочисленный осколочный заряд кстати принцип их работы хорошо известен на примере удара атаку с по российским вертолетом в бердянске и луганске будут ли такие повреждения заметны на снимках спутника даже если речь идет о разрешающей способности 30 сантиметров на пиксель нет однако летательный аппарат с такими повреждениями уже точно отправиться на длительный ремонт при этом на основе только снимков спутника делать выводы о том какие именно боевые части были применены невозможно прозвучавшие взрывы являются еще одним интересным косвенным подтверждением того что министерство обороны рф и местные власти как всегда врут это объявление можно найти в довольно маленьком телеграм-канале города морозовск вот что написано в нем уважаемые жители и гости города морозовск и морозовского района администрация морозовского городского поселения настоятельно рекомендует при проезде по трассе морозовск волгодонск в целях вашей безопасности не производить остановку на участке в районе военного аэродрома и объектов военной инфраструктуры вблизи города морозовск будьте внимательны и осторожны это сообщение говорит о том что власти предостерегают от возможных опасностей на указанных участках дороги и очень боятся разглашения информации в виде фото и видео последствий налета при этом думающие люди понимают что последствия только этой атаки будут ощутимыми для авиации рф в долгосрочной перспективе